добрый день друзья с вами канал далее от города я не на коновалова я сегодня решила снять видео обзор касаемо тюльпанов очень много мне задавали вопросов в своих комментариях когда вот я снимаю какие-либо видео на фоне тюльпанчиков не сразу задают вопрос не на как вы выращиваете почему они у вас такие крупные мощные у вас что какой-то определенный сорт но вот вы знаете готовилась готовилась но 1 мая пасха как бы все отодвигала а вчера такой был сильный ветер что наши тюльпанчики изрядно потрепало но тем не менее я буду вам рассказывать о том как лично я выращиваю тюльпаны что делают для того чтобы они были такими крупными мощными хотя это обыкновенные тюльпаны в общем и конечно же буду показывать свои цветы те цветы которые еще ну в общем то красиво выглядят некоторые луковичные растения ну в частности тюльпаны они не хотят свести на тяжелом или глинстом грунте как раз у нас такой и чтобы создать для них хорошие вот такие вот благоприятные условия почву нужно немножечко разрыхлить для этого можно воспользоваться некоторыми способами я бы не рекомендовала для этого использовать песок потому что песок в общем не содержит в своем составе никаких питательных веществ но и со временем песок все время опускается вниз и грунт собственно говоря чуть-чуть становится рыхлым ну не особо он рыхлым от песка становится а вот кстати если на глинистой земле еще и добавить песок то вообще получается прямо вот настоящая крепкая глина лучше все-таки рыхлить почву при помощи органики но для тех кто держит кроликов вы можете добавлять кроличий навоз прекрасная органика вы знаете какашки у кроликов кругленькие и они делают почву не не только богатой органикой но и рыхлой потому что они не сразу эти их какашечки разрушаются но и для того чтобы почву обогатить и сделать ее более рыхлой если другая органика вообще органика состоит из более крупных частиц которые в течение длительного времени задерживаются в грунте и вот в общем то это органика и способствует прохождению воздуха мы что можем использовать конечно же перегной перепревшие древесной опилки ну или конечно же созревший компост внесите в землю компост или перегной все тщательно тщательно перемешайте берите значит луковицы тюльпанчиком донцем вниз кладете и сверху присыпаете землей и вот только после этого сверху можно присыпать немножечко песочком хорошо полить вот это и есть правильная посадка то есть для того чтобы у вас крупные были тюльпаны и обильно цвели и не болели не кривые не меняли свои вот эти вот свою вот эту форму то лучше для тюльпанчиков все-таки подготовить а площадь некоторые конечно скажут у меня и так растут на обычной земле без всякой подкормки и у меня сейчас они растут на обычной земле без всякой подкормки ну исключая конечно кроличий навоз но не у всех такие крупные тюльпаны как у меня хотя у некоторых моих соседей одни и те же сорта и они очень сильно отличаются идем дальше и так луковицы растений располагаем донцем вниз и в остальном уход за тюльпанами обычный во время цветения тюльпаны закладывают под землей молодые луковицы и в следующем сезоне именно они дают новые побеги и новые цветы поэтому в первую очередь необходимо обрезать бутоны которые отсвели после полного окончания цветения это делается для улучшения созревания и поддержания нужной вот этой концентрации важных элементов питания растений в почве ну вот посмотрите в позапрошлом году на этом месте была посажена одна луковица тюльпана вот этих желтых махровых таких пионовидных через год здесь уже было там 2-3 штуки в этом году видите уже букетики растут на следующий год их еще будет больше но я вообще здесь хочу высадить только а желтые вот эти бар такие вот пионовидные тюльпаны ну вот попались красные здесь и попался один такой вот сиреневый и вот смотрите при проведении процедуры обрезки тюльпанов нужно учитывать вот некоторые тонкости и нюансы в первую очередь обрезку нужно проводить после того как все листики пожелтеют и лягут на землю не так чтобы вот он отцвел обрезали а листики стоят зеленые нет только после того когда листики все вот ну лягут мертвые будут и конечно же колышками вы можете или какими-то обозначениями пометить где у вас какой куст для того чтобы выкапывать луковицы но это для тех людей которые каждый год выкапывает допустим летом а осенью рассаживают я так не делаю я выкапываю раз три года потому что но мне не нравится тонкая линия а мне нравится когда вот букетиками в прошлом году мы выкапывали в этом выкапывать не будем и вот почему на следующий год наверное будем выкапывать потому что уже разрастаются поэтому мы выкапываем раз три года луковичные а вот обрезку делаем после того как не только отцвел цветочек но и листики все вот эти листики пожелтели и легли на землю после того как тюльпанчики отцветут нужно поливать их еще где-то две-три недели не больше и вот выкапывание луковиц обычно это делают в конце июня в начале июля но я говорю про нашу волгоградскую область когда тюльпаны полностью отцветают но их корни остаются такими жизнеспособными поглощают всю питательную среду нужно выбрать время для выкапывания как ну для этого учитывается одно важнейшее правило не менее 2 3 листьев должны пожелтеть но вообще лучше желательно что пожелтели все и если провести слишком рано выкапывание луковиц то растение может не дать хороший посадочный материал а если поздно то луковицы могут засохнуть теперь как хранить луковицы выкопанные луковицы ну во первых нам нужно и хорошо просушить мы собираем материал ну я в беседке это делаю кто-то в другой в другом месте где тень чтобы не попадали солнечные лучи две-три недели мы значит просушиваем затем вот эту лишнюю чешую снимаем и перед хранением можно заметить замочить где-то на две-три минуты в марганцовке и опять просушить и уже потом убирать в прохладное место в подвал в гараж ну где у вас там есть сухое сухое место и еще луковичные можно разделить по размерам мелкие в одну сторону средний в другую сторону крупные в третью сторону теперь для того чтобы сохранить сорт посадочного материала луковичных я это нужно делать каждый год выкапывать каждый год если вы вам все равно вы хотите просто обильное цветение но я вам уже сказала то выкапывать тюльпаны можно один раз в три года если ежегодно выкапывать луковицы то сохраняются сортовые особенности этих красивых цветов это требование распространяется на все новые сорта вот этой цветочной культуры ну а теперь по поводу посадки лучше всего проводить процедуру высадки в открытый грунт в первой половине осени желательно чтобы погода была сухая безветренная и температура была где-то 5-7 градусов можно 10 градусов но лучше 5-7 градусов и важно перед посадкой луковицы еще раз обработать слабым раствором марганца выбирая участок для посадки тюльпанов отдавайте предпочтение солнечной стороне потому что там они будут крупные такие красивые в теневой стороне тоже будут тюльпаны расти но они будут мелкие и еще крупные луковицы мы закапываем на глубину 15 сантиметров а мелкие на глубине 7 сантиметров этого достаточно но технологию посадки я уже сказала что лучше конечно все таки землю сделать более рыхлой при помощи любой органики а вот если после высадки наступили заморозки и осадки отсутствует длительное время то желательно полить грядки через две недели после высадки по мере понижения температуры участок можно засыпать сухой листвой опилками либо соломой если придерживаться вот этих незаурядных правил посадки и ухода за тюльпанами то эта процедура будет для вас приятной но цветы будут радовать обильным цветением и красотой своим цветением ну вот собственно говоря и все вы просили я рассказала возможно у кого-то они растут самосевом растут красиво и в общем-то радует людей ну поверьте это не всегда так легко и просто климат разные в нашей большой стране погодные условия разные но вот смотрите еще вчера вы радовались смотрели на мои сюжеты на мои видео и смотрели какие огромные мощные были тюльпаны вчера подул сильный ветер и от них практически ничего не осталось красоты как таковой нету тем не менее все таки тюльпаны даже присутствует на каждом участке дачном участке садом участке потому что это одни из самых первых цветочков которые радуют нас и дарят нам ну вот это в весеннее-летнее настроение но я с вами прощаюсь всего доброго друзья до свидания